Минздрав сообщает, что в республику поступило около 124 тысяч доз вакцин против COVID-19 с двумя компонентами. Распространение коронавируса и профилактические меры обсуждали на оперштабе. Угроза распространения новых штаммов коронавируса более агрессивных и менее изученных реальна. И в любой момент ситуация истабильной может качнуться в другую сторону. Учитывая время отпусков, возможно миграция населения. На последней неделе, как уже было сказано, зарегистрировано 350 случаев. Показатель несколько ниже, чем за предыдущую неделю на 3,3%. Однако все еще сохраняется на высоком уровне. Если за прошлую неделю регистрировалось от 49 до 51 новых случаев, то за 4 дня текущей недели мы имеем от 52 до 54 случаев заболевания. Отметим, что всего с начала года ковидом заболели 8 857 человек. Из них 537 – это дети. Руководитель региона отметил, чувствуется напряжение и из-за увеличения количества госпитализированных случаев. Примерно на 20% с прошлой недели. Развернут на сегодняшний день у нас 1160 коек, по-прежнему в 10 медицинских организациях. Пока мы увеличим резерв непосредственно в существующих, уже в открытых ковидных стационарах. На стационарном лечении находится у нас 1004 человека. Из них в состоянии средней тече 670 человек, 66,7% тяжелых. Пациентов у нас 289 человек или 28,80%. И в крайне тяжелом состоянии 45 человек. Вакцинация в Чувашии идет, но пока недостаточными темпами. Первый шаг, чтобы защитить свое здоровье, сделали свыше 97 тысяч человек. Из них более 72 тысяч завершили второй этап вакцинации. Для удобства людей прививочные кабинеты развернули не только в медицинских, но и в образовательных социальных организациях, силовых структурах, торговых центрах. В числе лидеров в Красноармейские, Красночитайские, Вурнарские районы и города Канадши, Мурша и Мариинский посад. В красной зоне Чебоксары, Новочебоксарск, Янтиковские, Урмарские районы, где вакцинировано менее 20% населения. Полностью завершили вакцинацию 5172 человека. В настоящее время вакцинация осуществляется в 8 основных пунктах, функционирующих на базе 1-2 поликлиник Новочебоксарской городской больницы, медсанчасти 29. В зависимости от образования потоков желающих вакцинироваться, имеется возможность дополнительного развертывания мобильных пунктов вакцинации. Сегодня в среднем вакцинируется около 100 человек в сутки. Глава Челлаша Олег Николаев отметил, что вакцинация проводится исключительно по желанию, но в то же время руководству муниципалитетов нужно активнее вести просветительскую работу. По мнению многих врачей, выбирать, делать прививку или нет, все равно, что решать, болеть или не болеть. Обсудили и ситуацию с закрытием точек общепитов Ельниковской, Рощинова, Чебоксарска. Арендаторы шашлычных работали с санитарными нарушениями и не реагировали на предупреждения администрации города. Давайте уговаривать-то можно определенное количество раз. Один раз, два раза. На третий раз надо действовать. На третий раз надо действовать по всей строгости закона. Можем вот сколько угодно обольщаться тем, что у нас сейчас более-менее стабильная ситуация, но она может полохнуть в любое время. И тогда нам придет совершенно иные решения принимать. Давайте все-таки людей принуждать, принуждать исполнять те требования по соблюдению мер безопасности, если их нарушение будет нести общественную угрозу. Наталья Мальчикова, Алина Сусметова, Андрей Шоклев. Республика.